Я от всего сердца приветствую вас на новом выпуске программы «Церковь Ковчег». Сегодня мы начинаем новую серию проповедей, посвященную книге Неемии. Эта книга, вероятно, многим почти незнакома. Но если мы начнем изучать ее, мы узнаем замечательные истины касательно испытаний, которые встретятся нам в нашей жизни. Кем же был этот Неемия, что происходило в те времена, когда он жил, и о чем речь в этой книге, вы узнаете в нашей проповеди под названием «Неемия. Человек с большим бременем». Здравствуйте, дорогие прихожане. Я приветствую вас всех на нашей сегодняшней службе. Я рад, что вы сейчас здесь со мной. Сегодня мы начинаем новую серию проповедей, посвященную книге Неемии. Это книга Ветхого Завета, Пятикнижие Моисея, Иисус Новин, Судьи, Руф, Четыре книги Царств, Две книги Паралипоменон, Ездра, Неемия, Есфирь. Нашли, да? Или вам нужно еще немного времени на ее поиски? Это небольшая книга, и она довольно хорошо спряталась в Ветхом Завете. Наша сегодняшняя тема называется так. Неемия — человек с большим бременем. Сначала мы прочитаем стихи с первого по четвертый из первой главы. И тут сказано слова Неемия, сына Ахалиена. «В месяце Кеслеве, в двадцатом году я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханане, один из братьев моих, и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Так велика была скорбь этого человека. Так давайте же теперь зададимся вопросом. А кем же был этот человек Немия? Я отвечу. Он был виночерпием персидского царя Артаксеркса. Как-то он находился в Сузах, в престольном городе. Это была зимняя резиденция персидских царей. И когда он пребывал там, к нему пришел один человек. Это был некий Ханани, которого он называет одним из своих братьев. Мы не знаем, был ли он его родным братом или братом по вере. И вот этот Ханани пришел к нему вместе с другими мужами из провинции Иудея. Они посетили Немию в Сузах. Это место находилось где-то в тысячи километрах от Иерусалима. Мы должны знать, что за 140 лет до этого, до этих событий, вавилонский царь Навуходоносор завоевал Иерусалим и разрушил его. Это случилось в 586 году до Рождества Христова. После этого жители провинции Иудея и Иерусалима, то есть евреи, в несколько этапов были угнаны в вавилонское рабство. И там они провели несколько десятилетий. И много лет спустя вышел указ следующего вавилонского царя по имени Кир. Разрешающий евреям вернуться в Иудею, а также восстановить прежде разрушенный иерусалимский храм. Об этом нам, среди прочего, рассказывает книга Ездра. Сам Ездра тоже тогда вернулся из Вавилона в Иерусалим и начал служить в храме. После многих лет немощи город Иерусалим заново начал оживаться. Но пока все там было далеко не так хорошо, так как относительно небольшое количество вернувшихся домой из плена евреев, заново начавших жить на этих землях, находилось в постоянной опасности. И эта опасность заключалась в том, что городская стена была разрушена. После того, как евреев угнали в вавилонский плен, именно там, в Вавилоне, и родился этот неимие. Сам он никогда не видел Иерусалима, но был по рождению евреем. Как и другие евреи до него, такие, как Даниил или Исфирь, которая даже стала персидской царицей в Вавилоне, неимие тоже смог сделать успешную карьеру при царском дворе. Хоть он и был евреем, но он своими делами смог получить доверие. И расположение царя, этого местного правителя, он служил у него при дворе и стал веночерпием царя. Должность веночерпия кажется нам сегодня довольно скромной. Что это за радость — протягивать царю чашу? Но тогда на эту должность назначали тех, кому царь очень сильно доверял. Так как царя могли в любой момент отравиться, ему нужен был человек, которому он мог бы доверять. Можно сказать, что так неимие стал правой рукой царя. Царь доверил ему свою жизнь. Это еще не все. Но, будучи веночерпием, он имел возможность регулярно видеться с царем. Такая возможность в те времена была у ограниченного количества людей. Его ценили и ему целиком и полностью доверяли. И вот когда прибыла эта делегация из Иерусалима, неимие спросил их, все ли благополучно в нашем городе, и этим уже ответили ему, а вот что. Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стороне своей. Великомбедствии и в уничижении. Истина Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Это известие подействовало на неимию очень угнетающим. Хоть он и вырос в Вавилоне и ни разу не был в Иерусалиме, в нем был такой же дух, как и у иудейских пленников в Вавилоне. И как выражался этот дух относительно святого города Иерусалима, мы можем видеть в 136-м псалме. Угнанные в плен евреи говорили тогда так. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, «Когда вспоминали о Сионе, то есть об Иерусалиме, на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас. Слов песней и притеснители нашим требовали веселья. Пропоите нам из песней сионских. Ну как же нам петь песню Господню на земле чужой? И далее сказано, если я забуду тебя и Иерусалим, тогда забудь меня, десница моя». То есть правая рука моя. «Прилипни язык мой гортани моей». Вот так-то. «Если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Именно такой был в этих евреях тогда дух. «О, я никогда не забуду Иерусалима». Никогда. Любовь к этому городу глубоко укоренилась в сердцах верующих. Вы сидите сейчас здесь и вопрошаете, быть может, «Почему? Ради всего святого». Ради всего святого. Я никогда не стану так плакать по Берлину. И хорошо, если это так. Потому что Иерусалим – это вовсе не Берлин. Иерусалим не сравнится ни с каким другим городом. Это был город, который Бог избрал для того, чтобы, как Он сам сказал, во второзаконе пребывать там имени Его. Это был город, который учредил сам Бог. Он установил его. И избрал его местом Израиля для поклонения, местом, где стоял храм, местом, где решил поселиться сам Бог. Этот город стал местом, где народ посредством церемоний искал Бога и был в состоянии его найти. Это было место, где народ Божий мог познать Бога и познать радость от этого. Во времена Немии это было совершенно необходимо, потому что с небес пришло предписание «поклоняться Богу в Иерусалиме». С другой стороны, это означало, что Иерусалим должен был быть в таком состоянии, чтобы там могли достойно поклоняться Богу. Но все было не так. Стены города были разрушены. А вот почему Немия почувствовал угнетение. Это произошло не из-за любви к какому-то городу. Это была не любовь к городу Иерусалиму. Это была любовь к всемогущему Богу. Потому что в конце концов речь шла о поклонении Богу. Его сердце защемило, когда он услышал, что в этом городе больше не было городской стены. Наверное, вы спросите, «Так почему же наличие стены тогда было так важно?» Ведь мы сегодня прекрасно справляемся без городской стены. Но тогда дела обстояли совсем по-другому. Немии было ясно, что поклонение Богу в Божьем городе и почитание Бога в Божьем городе, и не только в Божьем городе, но и во всем мире, и всех рядом лежащих областях было под вопросом, раз в этом городе не было стен. Город без стены находился в руках у банд и разбойников. Город без стены не мог управлять собой. Он был подобен мячику, окруженному множеством разных групп и врагами. Ему нужна была защитная стена. Об этом говорится и в книге притчей. Сказанное там объясняет нам, что означает для города стена. А вот что сказано в притчах, если вы посмотрите. Там говорится, что город, разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим, или по-другому человек, не владеющий собой. Человека, не владеющего собой, атакуют и уничтожают всякие мимолетные искушения и всякие внешние воздействия. Он не сможет оказать сопротивление. Он не сможет защититься. То же самое представляет собой город без стены. Итак, Неймия понимал, что на кону стоит сама возможность поклоняться Богу. Эта мысль просто щемила ему сердцем. И как же он на это отреагировал? А вот как. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным. Почему же он так опечалился? Это была не какая-то личная потеря для него. У него не умерли ни жена, ни ребенок, ни какой-нибудь хороший друг. Он не лишился своего имущества из-за непогоды или пожара. Его привели в такую печаль, не болезнь и не несчастный случай. Он пришел в такое состояние из-за слов, которые он услышал. И вот что он сказал. Услышав эти слова, я сел и заплакал. Так что же это были за слова? Это были слова его братьев, которые описали ему бедственное положение, в котором находилась церковь в Иерусалиме. Его братья находились в нужде и в опасности, но его стабильная и роскошная жизнь при царском дворе и высокая должность там не затуманили ему разум и сердце. Церковь была опустошена, и это был для него удар прямо в самое сердце. Дорогие мои, мне кажется, если мы спросим сейчас, а как этот неимия связан с нами, то тогда нам лучше ответить на несколько вопросов относительно нашей жизни. Ну, например, должны ли мы, будучи христианами, нести такое же бремя ради Божьих деяний? Что двигает нами? Что угнетает вас? Из-за чего у вас на глазах а выступают слезы? Что вас больше всего угнетает? Мы, как верующие, должны заботиться о благополучии наших братьев, наших сестер и прежде всего об имени Божьем и поклонении Ему. Вот что должно двигать нами. И слава Богу, это так. Я благодарен, что Бог вселил нам в сердце такого духа. Потому что в наши новозаветные времена, в которые мы сейчас живем, поклонение Богу происходит не в реальном городе Иерусалиме, городе с индексом, расположенном государстве Израиль. С Новым Заветом у нас появилось и новое место поклонения. А в Новом Завете это люди, народ Божий, они формируют храм через Иисуса Христа. И Павел в послании к Ефесиным писал, «Вы, свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором, то есть это Иисус, это краеугольный камень, так вот на котором все здание слагаясь, стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». В случае с Ниимией речь шла о поклонении в Иерусалиме, потому что именно там Бог и наказал своему народу собираться, чтобы славить Его. Относительно нашего времени мы знаем, что храм в Иерусалиме нам не нужен. Храмом для нас являются люди, собирающиеся вместе и поклоняющиеся от сердца Господу. А это означает, что благодаря Христу у нас есть доступ к Отцу, Он, наш первосвященник. На Ниимией лежало тяжелое бремя поклонения Богу в Израиле, в Иерусалиме. У нас же есть бремя Божьих дел и церкви Иисуса Христа в Гамбурге, в других городах, в Германии и по всему миру. А если мы посмотрим на нашу страну, то тут ситуация похожа на ту, в которой оказался когда-то Ниимией. Вы не находите? Что касается духовной жизни, то у нашей страны есть большая история. Давайте вспомним Реформацию и то, что пришло в мир благодаря Реформации в Германии. Я вспоминаю сейчас и другие прорывы. Например, графа Николая Ценцендорфа, совершившего прорыв в городе Хернхуд. Это всего лишь один пример. Но благодаря ему в путь отправилось много миссионеров. Или, например, пробуждение Верхней Лужице. На протяжении столетий было множество пробуждений, в том числе и в Германии. Но сегодня многие церкви нашей страны, большинство церквей нашей страны пусты. Стены Иерусалима разрушены. Поклонение Богу больше происходит не так, как должно быть. Ниемия услышал о разрушении святого города. Грех восторжествовал. Грех неверия и безнравственности. Богохульство и гордыня. Оставшиеся пострадали и подверглись гонениям и нападениям. Люди восклицали, где Господь, Бог Ильи. И сегодня многие шутят о небольшой группе оставшихся рожденных свышехристиан. Когда дело Божие ослабевает и чахнет, как это происходит в наше время, искренним детям Божьим приходит пора плакать и молиться. Итак, книга Ниемии это очень конкретный вызов для нас, как для вас, так и для меня. И мы должны спросить себя, а как поживают города и районы нашей страны? Как поживают наши братья и сестры в других странах? В каком состоянии находится церковь? Благословлена ли наша страна церквями, для которых на первом месте стоит благая весть, и которые привержены учению о благодати? Пришел ли народ Божий в этих городах от происходящего там в отчаяние? И какое бремя мы носим в сердце ради Божьих деяний? Пусть Бог возродит наши сердца, чтобы молиться и гореть, чтобы стены Иерусалима были восстановлены, в том числе и в Германии? Иерусалима иерусалима Во времена Неемия стены Иерусалима лежали в развалинах. И хотя он сам никогда прежде не бывал в Иерусалиме, а служил веночерпием у персидского царя, он был потрясен, когда ему рассказали об этих разрушенных стенах. Поэтому Неемия и был, как это звучит в названии нашей сегодняшней проповеди, человеком с большим бременем. Именно так мы и назвали проповедь. Так почему же эта ситуация с Иерусалимом так печалила Неемия? Да, Иерусалим был городом Божьим. Можно также сказать, что Бог избрал этот город местом, где он будет жить на земле. Разумеется, слово «жить» тут в кавычках, это был избранный им город, в котором народ израильский должен был ему поклоняться. Когда пало Иерусалим, закончилось и поклонение Богу, а вместе с тем пало и царство Божие на земле. А Неемия любил Бога и страдал из-за того, что поклонение Ему находилось в таком плачевном состоянии и положении. Его это очень беспокоило, а именно то, что Божие величие топтали ногами. Поэтому Иерусалим был для него так важен. Именно поэтому он страдал от этого. Должны ли христиане и сегодня нести на себе бремя во имя Иерусалима? Ты имеешь в виду Иерусалим в современном Израиле как город? Да? Да, определенно, да. Мы должны молиться за Иерусалим, мы должны молиться за Израиль, то есть за иудеев, ибо в Библии, в Новом Завете, сказаны слова, актуальны и по сей день. Иудеи до сих пор не знают Иисуса. Вот почему Павел писал, «Братья мои, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле заключается в том, чтобы он обратился к Иисусу». А в этом смысле мы тоже должны беспокоиться за Иерусалим. Но мы знаем, что для Бога сегодня Иерусалимом является не только город Иерусалим, в государстве под названием Израиль. Это и вся его церковь, Вселенская церковь на земле. В Новом Завете Павел называет церковь Божьим Израилем. И мы должны беспокоиться и об Иерусалиме, который образует собой церковь. Поэтому да, в этом смысле мы все ответственны за то, чтобы молиться за мир в Иерусалиме и по сей день. То есть наше время должно стать еще тяжелее ради церкви. Есть ли еще какие-то аспекты, которые тут стоит упомянуть? Да, конечно. Всякий раз, когда мы видим, как вера потерпела поражение, когда церковь находится на дне, когда Божье дело и его миссия не продвигаются и страдают, когда в мире царят грех и нечисть, и приходит время для нас проявить сочувствие, задуматься и помолиться, как это сделал тогда Неемия для Иерусалима. То же самое. Дорогие мои телезрители, и мы должны и вправе сегодня сделать для Божьей церкви, для Божьих детей и, разумеется, для Израиля тоже. Для тех, кто хочет обратиться в веру, мы вправе молиться за церкви во всем мире, за миссии во всем мире и за Израиль, чтобы Божья слава стала еще большим, а его величие затмило собой все, да светится имя его. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова